Международный день семьи сегодня во всем мире отмечают уже в 30-й раз. Актуальности дата не теряет и по сей день, в том числе и для жителей нашей страны. Почти каждый третий брак распался в Казахстане в прошлом году. Данные приводит нас в бюро по статистике о том, что необходимо для укрепления статуса семьи. Мой коллега Марк Брюшко расскажет подробнее. 32 пары на дистанции в 2400 метров. Держась за руки. Так выглядел марафон любви, прошедший накануне Международного дня семьи в Актобе. На самом деле необычный формат, поскольку сегодня у нас бегут муж и жена вместе за ручку. Будут финишировать у нас. Мы же понимаем, что мужчины сильнее девушки. Конечно, есть и случаи отдельные, но в большинстве так. И мужчины будут охранять своих жен и финишировать вместе с ними за ручкой. Самое главное, чтобы жену не потерять по дороге. Но муж не должен бросать, как в принципе и в жизни. Первыми к финишу пришли Саламат и Алма Уторбаевы. У марафонцев была самая большая группа поддержки. Супруги воспитывают пятерых детей. Глава семейства – бронзовый призер чемпионата Азии под дзюдо, участник Олимпийских игр в Пекине, а его спутница жизни – четырехкратная чемпионка страны по борьбе. Любовь к спорту они прививают и своим детям. Спорт в нашей семье на первом месте. Старшие сын и дочь – кандидаты в мастера спорта под дзюдо. Младшие всего полтора года. Хотим, чтобы они тоже добились тех достижений и высот в спорте, как и мы. Надеемся, что в будущем принесут нашей стране Олимпийское золото. Любой другой бы остался дома, но эти семьи в очередной раз доказали, что заниматься чем-то вместе гораздо интереснее и полезнее, говорят психологи. Тренд времени – индивидуализация. В современной модели отношений семья, как ячейка общества, уходит на второй план. Поэтому важно в парах восстанавливать коммуникации. Общее увлечение – прекрасный способ. Сейчас тот момент, когда удлинился добрачный период, то есть всё позже и позже вступают в браки, что молодые люди, что девушки. И большой процент разводов. Это как раз таки тоже про то, что есть я, мои чувства важнее, чем чувства партнёра. И в такой период очень сложно сохранить семью. И что в этом может помочь? Это традиции, это умение коммуницировать друг с другом, умение говорить не только о своих вторичных чувствах, но и о своих первичных чувствах, что я чувствую себя, к примеру, неценным. И вот на самом деле, казалось бы, очень просто звучит, но на деле оказывается очень сложно. Вспоминают сегодня о семьях даже в парламенте. После переезда в Астану год назад мажорисмен Константин Авершин первым делом перевёз сюда и своих близких – супругу и детей. Они, говорит депутат, – источник его силы. Когда мне задают вопрос, ваши самые важные достижения в жизни, я перечисляю своих детей. Потому что это для меня реально самые главные достижения в моей жизни. Всё остальное – это прилагающееся. И если вы имеете в виду карьерный рост, то, безусловно, и масса примеров, кто всё-таки высот карьерных достигал. Сейчас я говорю больше о себе и скорее больше, знаете, такой подход где-то, может быть, метафизический. То есть семья – это ячейка общества, это такой некий целостный, замкнутый круг, ин-янь. Ну а в социальных сетях сегодня весь день казахстанцы рассказывают об историях своего семейного счастья. Публикации такие можно найти по хэштегам от басы и флешмоб. Обязательно их прочитайте. Ещё лучше расскажите о себе и о своих близких. Ведь чем больше в социальных сетях таких постов появляется, таких чудесных историй, ведь каждая семья – это ячейка общества, тем ближе мы с вами становимся. Марк Блюшко, Бахтияр Даркеев, Адель Бергенева, Лейла Ауесова и Нурали Кудайбергенов, Жибек Жолы.